В православной церкви В православной церкви Связаны десятки, а то и сотни подобных случаев. Сегодня мы будем говорить о чудотворной урюпинской иконе Божией Матери, прославившейся по всей Волгодонской земле. Чудеса от нее продолжают совершаться и по сей день. Явление иконы произошло в начале XIX века. В четырех верстах от станицы урюпинской, на возвышенном берегу реки Хопер, сначала в пещерах, а затем в убогом, удаленном от мирского шума домике, проживали набожная, смиренная старица Ирина и казачья дочь, девица Анна. Они посвятили себя на служение Богу, проводя самую строгую отшельническую жизнь в молитвах и трудах. В один летний день 1827 года, близ само собой образовавшегося колодезя, они обнаружили на ветве дерева икону самого изящного письма, изображающую Богородицу с предвечным младенцем на руках. Считая себя недостойными приступить к ней, подвижницы пошли и пригласили некоторых благочестивых людей. Когда они вернулись, то, к общему удивлению, иконы на том месте не нашли. Через некоторое время девица Анна вторично обрела неподалеку от прежнего места икону Богоматери. На этот раз отшельницы внесли икону к себе в жилище и стали молиться перед ней. Нередко они видели от нее знамение, но самым большим чудом было исцеление старицы Ирины от язвы на ногах. Этот недуг был у нее более 24 лет. По слову Священного Писания нет ничего сокровенного, что не открылось бы. Так было и с новоявленной иконой Богородицы. Весть о ее появлении скоро понеслась за пределы станицы Урюпинской, и усердствующие христиане стали притекать с больными и недужными к заступничеству Божией Матери и молиться перед иконой в убогом жилище доброй старицы. Святыня не могла оставаться под спудом, но должна была изливать свои благодатные дары всем верующим во Христа. Поэтому старица Ирина отдала икону в храм Божий для чествования. В 1827 году произошло исцеление этой женщины. И с тех пор эта икона стала чудотворной. Ее поместили, вначале поместили в собор, в Вознесенский собор города Урюпинска. Но чудесным образом она каждый раз возвращалась в Покровскую церковь, сюда к нам. И трижды ее уносили, и она возвращалась обратно. Тогда некий старец порекомендовал оставить ее в Покровской церкви. Он сказал, что раз Божья Матерь избрала ее своим пристанищем, то она устоит до конца времен. Хотя тогда казачья церковь была самой бедной в округе. Существует разная версия появления Урюпинской иконы Божией Матери, которые различаются в деталях и частностях, но в общем едины по смыслу и взаимно дополняют друг друга. Здесь, в Урюпинске, жил один пчеловод Василий, а вот не помню его по отечеству. И он сделал пять списков с этой иконы. Пять списков. Вот. И обложил, и он обкладывал, вот Урюпинскую Божию Мать, он обкладывал этим вот, потому что все пять, и шестая подлинник, все были одинаково убраты, вот, под окладами. Все одинаковые. Новая советская эпоха принесла с собой закрытие храмов и расстрелы священников. Чудотворная икона была утеряна в 1948 году. В 1948 году закрывали церкву. Тут была такая монахиня, Матриона. И она хотела стать старостой церкви. Вот. А до этого, до нее, был староста, мой тесть, Болотов Тарас Петрович. Ну и вот, когда пришли из горсовета, там, приседатель горсовета, ну и секретарь еще, наверное, кит к нему. И вот она, значит, кричала, что вот плохо работаете, плохо плодите, там все это. А у него были все приходные расходные книги. Он держал, как уж он их держал, где он их держал, можете, в сарае прятал, где, я не знаю. Вот. Ну и тогда эти, а этим нужно было, он не отдавал ключи от церкви ей. А этим нужно было председателю закрыть церковь. Они говорят ему, раз она наставит, тогда пускай она будет этим старостой. Че ты? Вот. Ну он взял, вот дуя и ключи. А они в этот момент раз и закрыли своими замками церковь. Вот. На другой день приходит, а они уже, иконостас был, весь резной под виноград. позолоченный. Приходит, а они, он весь уже сломанный. Все поломали. И он тогда этому и говорит, председателю, говорит, дай хоть икону мне в Улюбинскую. Он говорит, я ее светлый, я ее домой отнес. Вот. Потом он опять к нему пошел, и говорит, ну отдай, что ты, ты же все равно не можешь. Ну как он не может, может они и были верующие, а партийный билет сохраняли, чтобы жить. Вот. А он говорит, знаешь, я ее принес, положил в сундук, а на другой день пришел, открыл ее, а ее нет. Ну, может, и жена, и да куда делали, кто и знает. Место, где была обретена чудотворная икона, советские власти отводили то под пионерские лагеря, то подвоенные городки или дома отдыха. Дерево, на котором явилась икона, срубили. Часовню разрушили, а источник засыпали. Мужик, который срубил это дерево, ему, по-моему, то ли бутылку или две заплатили, то ли литр смогла, он ему пообещали, когда делать это спел. Он ее и не уйдет, по-моему, да, вот в массах. Потому что на бугре стоял во имя корнования, на царствование Николая II вот это вот вот это вот часовня. И когда, понимаешь, Хрущев заступил, тут опять началось богоборье, вот, ну, и что же, и земля, на какой столовой, это, это, часовня стояла, она принадлежала Добринскому району. И вот секретарь Добринского района, партийный секретарь, вот, решил снести ее, потому что причина была такая, и что, так grande, что, в силу, проявляет иконы, иконы, лую, или, иконы, иконы, Пеших старались, и говорят, много вытаптывают хлеба. И по этой причине ее решили снять. И когда председатель горского колхоза в лес снял главу ее и показал, что ничего там взломает ее, ничего ему не делается. Слез и этим рабочим, говорят, колхозникам, начинать ломать, а сам пошел к хопру по тропинке. Там прямо от хопра была тропинка выходить вверх, как раз к часовне. Потому что люди шли, мост был далеко не этот сейчас, этот новый, а по старому мосту. И шли лесом, и подходили, прямо поднимались к этой часовне. А потом что же? И пока он начал спускаться, то шел туда, чтобы его не видно с земли. А ему ждет навстречу женщина в черном. И когда они поравнялись, она ему и говорит, что за то, что ты сломал мою, как храм назвать, Часовню, ты сгоришь. Ну и что же? Он пошел к хопру, руки помыл, приходит, говорит, к вам выходила женщина? Они говорят, мы никого не видели. Как он сгорел, значит, об этом мне Севагриев рассказал, да, он мне Севагриев сейчас расскажет. Либо не так чувствовался хорошо. Значит, впоследствии он, по-моему, был то ли предгорского. Его переводят куда-то, еще в другое место. И он сидел, чинил свой, то ли мопед, то ли мотоцикл чинил. И когда рядом стояло ведро с соляркой, там, или с соляркой, или с бензином, не знаю, может, ну, обычно в чем-то там части мыть, бензином, вот. И он здесь мыл. И он ремонтил, ремонтил, а потом что-то, может, руки были у него чуть-чуть там, и он пошел покурить. Значит, или тут закурил, ну, не знаю, в общем, как-нибудь, подробности. Дело в том, что он чуть-чуть загорелся. А как раз кто-то подошел. То есть он сгорелся, и он хватает это ведро, думал, с водой, и на него вот плесканул. И он сгорел, да, немножко. Только сгорел. А он хвастался, да, что прям вот, как бы, ни одному человеку на собрании, что мне вот там, как бы, являлась там, и сказал там, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А коллоицы начали закрывать. Так люди там как раз добывали камень для постройки Волгознанского канала. Вот. И вот начали насыпать отвал этот. Начали засыпать этот яш. Начали засыпать. Так люди, женщины, в основном, ложились прям под колеса бульдозеров, чтобы они, это, машин, чтобы они не сцепали отвал. Или, когда машина уйдет, бульдозер начнет, это, грести. Они прям ложились, а бульдозеристы не это. Тогда, значит, что же это то, первый секретарь дал бутылку водки бульдозеристу и говорит, дави их. Ну, и он, наверное, выпил, я не знаю. Вот. И он начал, понимаешь, грести. Он не признавал, что женщина там лежит или что. Он начал засыпать. Я в это время работал как раз бутылом на карьере там. Вот. И это я видел сам. Вот. Вот. Потом, одни мужик, не знаю, живой он сейчас или нет, этот сам. А вот они там засыпали под источником бульдозерах. Ну, тоже, не все это сам. Там же ложились под гусеницей, когда это так происходило. Вот. И вот он говорит, днем они закопали, а потом... Ночью усови стало мучить, есть. И он завел трактор, поехал и стал там разгребать вообще. Ну, в общем-то, такое, да. В 50-м или в 51-м, вот точно не помню, народу много пришло как раз. И вот все вычерпали буквально. Это часов где-то в 12 ночи. Там уже даже и он не черпался. Тогда я, значит, что же... Мне принесли сапоги резиновые. Я одел и вот по журавцу, поэтому вот, тут, значит, вот этот и шест, и цепь была. И я вот по этой подцепиши, что меня туда опустили. И я, наверное, ведер 30 выдал оттуда вот этой вот грязи. Жижица. Жижица, да. Вот, выдал. И колодец так стоит вот. Вот так вот покажу вам. Как бы вам сказать. Да еще. Вот таким образом вот лежат три валуна там больших. Нанизу. Да. Три валуна. И вот кольца стоят вот на них вот тут вот. И вот отсюда источник идет. Отсюда и отсюда. Вот. Даже, я говорю, вот когда туда влез, холод там, наверное, градусов около 15-20. Я там быстрее кричал. Быстрее, быстрее, быстрее. Они два ведра таскали, чтобы вытащить все это. Вот. И я вышел тоже, зуб массу мне не падал. Вот так вот. Даже, я удивился, думаю, даже тут вот колодец когда копали, этот колодец, источник когда пробовал, так знаете, поставили и камни поставили, во имя сято троица. Вот. Ну вот так вот. Слышен колодец. Люди набирают воды. Сидит человек в колодце. Воды нету. По-крузочке набирают. Ну а подводят таких вот, по просторозии, кликус. Не, они кричат. Вот она, женщина, одну подводит, там держат ее несколько мужчин. Вот там не справится. Они подвели ее в колодце, она кричит. Наели сало с яйцами, да пришли к матушке божией, царице небесной. Вот это вот я помню. Ну люди в страхе, разбежались. Людей всегда было много во время. Ну, во время ее торжества, праздника. Стекалось туда, где не может были там люди. Когда и приходили туда, много было покрикуш, называли, бесноватых покрикушами Вот там они, оттуда некоторые исцелялись, приходили, некоторые около храма исцелялись Только начинают иконы поднимать, они уже все на разные голоса Дождей не было долго, дождик вот болящий один молился там И литургии как отслужили, а уж села в литургии, он, ну общий, наверное, неявленный И после сутки дождик шел, а тогда этого не было Когда это заску было, да? Заску Ну а когда во время явления иконы, когда сюда вот сходились Тут была, знаете, ну как сказать, светлая ночь Очень, народу приходило, наверное, больше двух-трех тысяч Вот так И свечи всю ночь никогда не тухли Так и горели, и горели, и горели Читали Акафисты Кто прочитает Акафисты, пели духовные песни Там все вот так вот Было торжественно, было Поханность Не закрыли На источнике, это еще в детстве Я там, ватераны-то были у нас на квартире люди Они там жили, мы всегда ходили туда И там каждый день люди были На источнике На источнике набирали воду А уж когда в ее праздник, там и день, и ночь Не помещались Суток-двое За неделю уже люди шли Из деревень Туда приходили Да, за неделю А сюда к храму И на телегах, и на бычках И на лошадях Еще за квартал только Некоторые доезжают, начинают А уже больные начинают Кричать Помню, как у церкви народу было очень много Ходили, привозили всяких больных туда Коллег таких Как один проповедовал Как его забирали А у него была сумка с книгами Вот тогда это грузовые такси были И его забрали А он людям что-то говорит Я уже не помню И его заталкивают под это Под сиденье, чтобы он носил И тогда он эту сумку с книгами В народ бросил Но кто-то люди подобрал Вот это вот я помню В 1928 году Часовня на святых В советское время комсомольских горах Попала в зону дома отдыха Было предложено забрать В Покровскую церковь имущество часовни А ключи от часовни Передать директору дома отдыха Руководители органов здравоохранения Требовали прекращения крестных ходов И проход скота на водопой Людей приравняли к скоту в том смысле Что и людям, и скоту Запретили пить воду Верующим людям живоносную А скотине воду из хопра Про советский период Огонение было Огонение все время Как явлено И так уже Они выбирали своих комсомолов Всех, и дружины, и все они туда Каждый, подъявленный, наявленный Они там всегда разгоняли Машины забирали Милиция всю ночь там дежурит Всегда Вот насколько я помню Как только начинается Вот Она 8 июня 21 А по старому Вот С вечера Туда приходила милиция И дружинники И вот оттуда Значит Кто уже вечером подходил Вот Тех гнали Ну Там со стороны поля Тех А они отойдут А потом в лес спустятся И из леса опять вот В балку идут И все И там Всю ночь Всю ночь И главное что вот Как я помню Ни одного дня не проходило Вот В ночь наявленную Всегда был дождичок Всегда Вот мелкий такой Летний теплый дождичок Вот это всегда было Ну А так все Нормально А вот Раньше крестные ходы Точно так же Отсюда вот Служили литургии Крестные ходы Да Да Так же ходили Много людей Да На источниках всегда Ходили от храма Туда и оттуда Ну и пока на источники шли Некоторые Прибавлялись тоже Это Такие больные Исцелялись И в дорогах Там Ну тогда если Почему-то Сейчас нет Это больше было Вера больше была Поэтому они Исцелялись Очень много Еще раз сказать Что когда люди шли Раньше на явление Иконы Божьей Матери То каждый выставлял Возле своего дома Ну походу Вот когда Из деревьев Шли То есть далеко Даже за 70 За 80 километров Воду Какую-то пищу Выставляли Чтобы люди Которые шли Молодые У нас вот одна Старушка К нам-то всегда Уже заходили А к кому Кого они не знают Не заходили Они выносят Ведро с водой Ну если есть Чего там Прикусить хлеб Ага Ну это уже А судно у нас здесь Вот там далеко Я не знаю А здесь всегда Потому что С деревень Больше с этой стороны Вы еще видите Там наверху Когда часовня Целая была еще Да Там часовня была Наверху Кирпичная Да Красная была Из красного кирпича Вот Ну а потом все Стали гонять Забирали очень много Людей Молодых И всяких Милицию На сутки На двое Закрывали их Не пускали Комсомолы 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 Приходили И это Разгоняли всех Кто покрепче Там конечно Оставалось Старики Кто Кто Убегали Ну все равно Опять приходили К К К К К К К Вот, от колодца ввели 91 ступенька, бетонные, были очень хорошие сделаны. А ступеньки, их не убирали, а их просто засыпали? Их засыпали, ну там они большие куда-то, они были не по 2 метра, они были, знаете, сколько, метр по 4 или по 5, ширина вот такая вот шла. Никит Ликандорович старался, да, закопали все, а он нанял трактор и раскопал. Стал раскапывать? Раскапывать, да. Ну он собирал деньги? Да, собирал деньги, а потом и раскопали. Стали раскапывать, ну и что он сказал, что невозможно до источника докопаться? Да, да, очень далеко нельзя, но когда здесь выкопали, вода пошла. Вот это место под источником вы разгребали, причем Алексей Владимирович, он говорил, что когда вот этот источник закопали, вот это зарыли и все, вода пошла вообще удивительно. Под вот здесь, на грани пошла вода, то есть сверху пошла вода, они еще засыпали, потом, значит, вода пошла, по-моему, еще где-то там, еще засыпали, потом вода пошла вот здесь, где сейчас источник, и вода пошла вот там еще, не польский. Когда уже прекратилось это все гонение, стало утекать под него, и его потихонечку, потихонечку, в церковь нанимало, эту бульдозер, расчищали, и где-то место нашли его, и поставили новый срук. Алексей Владимирович, вот что вы знаете про список икон, которые вот сейчас вернули нам в 2004 году в храм, вот про эту икону, именно про вторую, которая у нас находится в храме? Так, а вот я вам сейчас расскажу ее путешествия. В 1958 году мы бы, наш город принадлежал Астраханской и Сталинградской епархии. Ну, епархиальный владыка был Сергий, вот, он присылал сюда ермонах, или кто он там ему был, отец Иоанн был, вот. Ну, это было как раз дело воскресенья, ну, еще служил отец Владимир, вот, ну, и вторым был священником, отец Дмитрий. Ну, и вот, и вот он, значит, так вышел после службы, после конца литургии, он вышел и говорит прихожанам, Ну, а я, как со священником возялся, ну, имел какое-то уважение у прихожан. Они мне говорят, Алеш, меня так звали, Алеш, иди погляди у меня, правильно он читает или нет. И он мне дает указ владыки. И я взял его и начал читать, прочитал им, все, громко, голос у меня был. Одна женщина называла, голос, перехонская труба. Вот. Ну, громко прочитал на всю, на весь храм. Но в это время, отец Владимир, отец Дмитрий, и был покойник Царства Небесного ему, отец Николай, дьякон, вот, они подошли и начали служить Благодарственному Левину, Царице Небесной, где тут вот, это, спутня, ну, как назвать, икону? Укиота. Укиота, вот. Ну, и вот. А в храме была точно такого же размера, Казанская Царица Небесная, точно такая же. И вот, когда на явленную, явленную икону клали на, на мой, то Казанскую вставляли в кивот. Вот. Ну, и вот, что же. А в это время была алтарницей Царства Небесной, монахния Асклеада. Вот. Ну, она всех таких верующих хорошо знала. И вот, когда увлеклись все, и отец Иоанн подошел туда, к этому, где отец Дмитрий служил, все. И открыла, с левых крыльев, там дверца была, в кивот, она открыла Асклеяда ее, и Казанскую поставила, а Урюпинскую забрала. Ну, и вышла потихоньку, отдала, понимаешь, женщине. А в это время вы читали... Постой, 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 как же ее звать-то было? О, забыл уже, как звать, эта женщина была. Ну, она же верующая была, сильная верующая. Вот. А в это время мы читали вот этот указ. Ну, и когда это кончилось, все, подошли к этому, забирать ее, глядь, а вместо Урюпинской там стоит Казанская. Ну, и тут этот отец Иоанн такой шум поднял, и все, все. А до этого, днем раньше, это было в субботу, он прилетел, значит, из Волгограда, прилетел, наверное, в пятницу, и тайком взяли иконы эту. И он быстренько на этот, на самолет, и все. А люди прослышали, по скляду, все рассказал, бегом туда. Да, его с самолета стащили и вернули икону на место. Вот. Ну, и что же? И вот тогда, черт, ага, все. Открылась лукавство-то это все. Ну, и вот так Урюпинская. А потом эта женщина, и вот эта вот монахиня, какая хотела стать старостой, она бегала по всему Урюпинску, искала эту икону. И даже, знаете, такую вот зависть говорила людям, может, у кого она есть, может, люди клюнут, клюнут на это. Говорит, вы дайте мне, она будет у меня храниться, люди будут приходить, жертвовать, а я вам буду эти деньги раздавать. Вот что. Но эта женщина нет. А она пришла домой, мужа не был у нее, он был на Колымах. Она сняла икону и за икону туда, в уголочек поставила. И вот приходит, нигде нет ее, нигде нет. И перед смертью, это, наверное, уже в 65-м или в 66-м году, она отдает эту икону Рабе Божией Марии. Она, девичьей ее фамилией была, Ерохина. Вот. Ну, и она у ней была до самой смерти. Дочь Марии рассказывала, что иногда, когда, иногда в квартире, где хранилась икона, разливалось благоухание, которое невозможно было сравнить ни с какими земными ароматами, ни с духами. И именно это благоухание исходило от иконы, которая находилась у них, у Рюпинской. Также, когда священник Петр приехал к ним, и они еще решали отдавать или не отдавать икону, то есть это до еще сообщения нам, в хорошую погоду буквально приблизилась туча черная к окну к их нему, и ударила такая сильная молния, что напугались очень сильно. И Мария, которая лежала на одре смертном уже, и дочерь напугалась сильно. Сама Мария рассказывала, что, вот ее, ну, конечно, дочь, по рассказам матери, рассказала нам, что иногда Матерь Божией являлась и повелевала отнести, возвратить икону в храм. Но она всякий раз откладывала возвращение иконы. По возвращении иконы буквально она умерла или через день, или через два, после того, как она вернулась, вернула икону в храм. Такая история. Но это вот, после подлинника, это вот вторая икона лежала. Когда икона находилась у Марии, то некоторые женщины верующие, ну, относящиеся к так называемому движению тихоновцев, вот, они посещали квартиру Марии, молились перед иконой тайны. И вот одна из них, узнав о том, что Мария хочет вернуть икону в храм, решила пойти ее переубедить, не возвращать икону в храм. Когда она отправилась для такого разговора, буквально подошла к пятиэтажке к этой и заблудилась, блуждала вокруг этого дома, вернулась обратно и рассказала об этом вот этой надежде, которая является прихожанкой нашего храма. А это вот, это кто-то ему принес, кто-то дал. После этой, может, это не Георгию дали, а Дмитрию даже, Косачеву. Вот, и она и была. Вот, находилась в храме в Брежневске. Да. Ну, знаете, вот это, как раз при Георгии стали золочением заниматься. Это резные вороты, царские враты сделали, и вот он ее и покрыл. Это вот старенький был оклад, он ее покрыл золотом. А потом, вот это он весь уборник сам придумал. Вот. Ну и все. Эта икона, по всей видимости, в Урюпинске хранилась, в смысле, что эта икона, она... Но она находилась, да, все время в Урюпинске. И тоже неизвестно, откуда она, но это Урюпинская. Это Урюпинская. То есть... Но у кого она хранилась, никто не знает. Может быть, даже она была, эта икона, и о Скляде. А перед смертью она ее и отдала. В городе Волгограде есть православная часовня, освященная в честь Урюпинской иконы Божией Матери. Со временем обретения иконы это первый храм в ее честь устроенной. Часовня, подобно белой лебедушке, приютилась среди зелени в детском городском парке. Задумывалась она, как малый корабль, плывущий по Житейскому морю. Напоминает собой часовен-колодью или же небольшую речную пристань, каких на Волге раньше было много. Дом урюпинской иконы Божией Матери невелик. С боков расположены открытые галереи с целью вместить больше людей во время службы. Подобный архитектурный элемент особенно часто встречался в северных церквях и служил для защиты молящихся от непогоды. Возвести часовню удалось быстро, в течение буквально трех дней. Прохожие были в недоумении. Вчера ничего, а сейчас уже храм. Изготавливалась часовня с заключенными в колонии строгого режима номер 26 Красноармейского района. Один из заключенных как-то сказал, В бараке тоска, муторно, стены давят, А когда выходишь на работу над часовней, Легко, об иной жизни думаешь, Освобожусь, первым делом в эту часовню зайду. Совсем не обязательно быть философом, Чтобы ощущать не случайность явлений, которые происходят вокруг. Часовня стоит в 50 метрах от фундамента бывшей царицинской церкви иконы Божией Матери всех скорбящих радости. Этот храм некогда украшал центр города. Как знать, Быть может, часовня Улюпинской иконы Божией Матери Станет первым шагом к возрождению скорбященской церкви. Часовня задумывалась, как кладбищенская. И родилась она не только на месте первого царицинского кладбища. Это место в старину называлось Преображенский фортштадт, Но и на земле, Обильно политой кровью, Годы гражданской и Великой Отечественной войны. Поэтому рядом с часовней с левой стороны Стоит Голгофа С тремя поминальными крестами, Воинам, Отдавшим жизнь За веру и Отечество. Господь, я, ты, здравия отрока своего помену, тебе милости, Я, боже, глагола, Бо отцем нашим, Амраму и семени его даже довлеку. Да, Иные теперь времена. Во время войны в каждой семье были погибшие, Смыли кровушкой позор свое отречение от Бога, А ныне, почитай, В каждом доме есть хотя бы один верующий. Что это? Наверное, возвращение к вере наших отцов. Ежегодно по богословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа Организуются крестные ходы с чудотворной урюпинской иконой Божией Матери. Икона путешествует по храмам Волгограда и области. Верующие прикладываются к святыне и служат перед ней молебен. С 2006 года с одним из списков явленной иконы Совершается крестный ход на байдарках по рекам Бузулук, Хопер, Медведица и Дон. Теперь и жители расположенных на берегах рек малонаселенных хуторов и станиц имеют возможность помолиться перед этим образом. Чудотворная урюпинская икона Божией Матери размером всего 25 на 15 сантиметров вставленная в футляр за несколько лет обошла, наверное, всю Волгоградскую область. Во время одного из крестных ходов по Волжской земле она замироточила. Очевидцы рассказывали, что от нее исходило чудесное благоухание. Во многих населенных пунктах она побывала уже неоднократно и всегда привлекала к себе молитвы тысяч верующих, даруя им заступничество перед Господом и помощь в трудных жизненных ситуациях. Господь с вами молитвами Богородицы, да спаси ты, помилует нас Господь. Аминь. Синька Голодцы Синька Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok